Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Сегодня у нас обзор очередной новинки смартфон Xiaomi 12T. Я где-то в душе являюсь поклонником серии T. У меня были 9T, 10 и 11, и вот теперь 12. Поэтому обязательно расскажу все плюсы использования, покажу минусы, их правда немного. Посмотрим, как ведет себя флагманский процессор, проведем все тесты и все выясним. Погнали! Стоимость смартфона на Алиэкспресс в районе 27-30 тысяч рублей, поэтому и требования будут к нему соответствующие. Ссылки, где можно купить, конечно же, будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Быстренько о комплектации. Приходит в такой вот белой коробке. Внутри у нас находится сам смартфон, коробка с документацией с крепкой для извлечения лотка SIM-карт, силиконовый чехол, кабель USB Type-C и блок зарядки, который здесь на 120 Вт и весит аж 200 грамм, но свое отрабатывает. Экран из закаленного стекла Gorilla Glass 5-го поколения. Хочется заметить, что смартфон 11T было стекло Victus, то есть на класс выше, чем здесь. Ай-яй-яй, Xiaomi. Задняя крышка и рамка пластиковые. Защитная пленка сразу наклеена. Грани, как вы можете видеть, закругленные. В руке лежит очень удобно. Задняя крышка матовая, хоть и не сильно, но пальчики все равно оставляет. Рамки. Рамки, друзья, просто великолепные. К боковым и верхним узким мы уже привыкли. А вот нижний обычно заметно больше. Но здесь, посмотрите, даже внизу рамка такая же аккуратная, как и везде. За это, конечно, жирный плюс. Скромный компактный модуль камер, что, конечно же, очень радует, смотрится намного эстетичнее громоздкого. Силиконовый стандартный чехол отлично защищает камеры. Ладок на две сим-карты, а вот карт памяти в данном смартфоне не предусмотрены совсем. Что касается разъемов, на нижней грани у нас динамик, микрофон, порт зарядки Type-C и лоток под сим-карты. Сверху вторые динамики тут будет на стерео, дополнительный микрофон и ЭК-порт. Выхода 3,5 под проводные наушники нет. Левая грань пустая. Справа качельки громкости и кнопка питания. Хотел по привычке сказать, со встроенным сканером опечатка пальцев. А нет. Здесь его встроили в экран и работает для подэкранного очень быстро и хорошо. Иногда бывает, конечно, промажешь по нему, но это если сильно торопиться. Потому как тут сделана специальная функция. Когда берешь телефон в руки, то мишень подсвечивается для лучшего по ней попадания. Стандарт защиты IP53. Что касается экрана. Xiaomi 12T имеет очень качественный и очень яркий AMOLED Dot Display. Диагональ 6,67 дюймов, Full HD+, и немного нестандартное увеличенное разрешение. 1220 на 2712. Что, конечно, очень хорошо и это реально чувствуется. Но сыграет злую шутку с теми, кто любит ставить на рабочий стол различные виджеты. В конце при разборе минусов я обязательно об этом расскажу подробнее. Плотность пикселей стремится в космос и составляет 446 ppi. Есть поддержка HDR10+. И увеличение яркости при прямом солнечном свете. Частота обновления экрана 120 Гц. Также есть вариант с динамической частотой, где процессор сам будет решать, что для вас лучше. Яркость дисплея около 215 кандел на метр квадратный. И это отличный результат. Так как у нас AMOLED дисплей, надо обязательно проверить ШИМ, чтобы люди, у которых глаза чувствительны к мерцанию, могли понимать, стоит брать этот телефон или нет. Функции DC Dimming или устроения мерцания у нас нет, и я подумал, что всё, беда. Но нет, друзья. Что-то такое они придумали. И даже на частоте 120 Гц ШИМ на любом уровне яркости менее 20%, что, конечно же, очень и очень хорошо. Всё, что ниже до 20, это нормально. DC Dimming, скорее всего, сделали как-то встроенным по умолчанию. Не знаю даже, что другое предположить. Белый цвет у нас белый под любым углом. Контрастность тоже в порядке. Если рассказать про экран просто ощущениями, то это один из лучших дисплеев, которые у меня были в последнее время. Я не знаю, как это научно объяснить, но тактильные ощущения очень приятные, когда пользуешься дисплеем данного смартфона. Опять же, из-за того, что у нас AMOLED дисплей, есть функция Always on Display или Всегда на экране, которая обязательно сообщит вам о времени и пропущенном уведомлении. Функция может работать как в обрезанном режиме, пропадая через 10 секунд после нажатия, или постоянно. Во втором сценарии расход заряда батареи, конечно, будет выше. На солнце видно всё хорошо, хотя его недели уже почти нет, но один раз успел, протестировал. Всё в порядке. В обычную погоду на экране всё читается отлично и без проблем. Xiaomi, конечно, хорошая компания, но в некоторых моментах логику их понять невозможно. Я говорю про дачи приближения. У них через одну модель то глючит, то нет. Здесь повезло, дачи приближения работают как часы в любом положении, что в стандартных ситуациях, что нет. И кверху ногами, и лёжа на боку. Звонилка стоит здесь от Google. Запись вызовов есть, хотя это может зависеть от страны, где вы проживаете. О начале записи идёт предупреждение. Из коробки данный смартфон работает на 12-м Android и MIUI 13. Работает плавно и без тормозов. Наверное, по-другому и быть не может. Всё-таки на момент выпуска данного видео тут стоит флагманский процессор от Mediatek. NFC есть. Wi-Fi самый лучший быстрый шестого поколения поддерживает, соответственно, 5 ГГц. 5G на месте. Bluetooth также самый последний версии 5.3. Вот вам ещё один маленький плюсик в экономию заряда батареи. Переходим к процессору. Проверим его при нагрузках и выграх. Стоит флагманский Mediatek Dimensity 8100 Ultra на 5-нанометровом техпроцессе, что, конечно, будет положительно сказываться на автономности. 4-ядра Cortex-A78 2.85 ГГц и 4-ядра Cortex-A55 2.0 ГГц. За графику отвечает мощный Mali-G610. И тут внимание викторина. Где же мы недавно видели точно такие же цифры? Правильно, друзья, в Poco X4 GT. Кому нужен телефон просто для игр, делаем соответствующие выводы по цене. В Antutu Xiaomi 12T набирает очень хорошие баллы. 764 тысячи, это в стандартном режиме. И 813 тысяч в производительном. То же самое было и у Poco X4 GT. Глядя на эти цифры, конечно же, мы понимаем, что ни тормозов, ничего такого уж точно никогда у нас не будет. Geekbench показывает следующие результаты. Троттлинг всё время в зелёной зоне и падение не более 15%. Производительность в 350 гипс это за глаза, друзья. Ну что ж, проведём игровые тесты. Поиграем немного. Понятно, что тормозить ничего у нас не будет даже на максимальных настройках. Но всё равно тесты провести надо. Первая игра. Танки Блиц. Ставим 120 FPS. Максимальные настройки графики. И кайфуем, друзья. Наслаждаемся плавностью, чёткостью и постоянным нагибом. Я даже когда тестировал, слегка заигрался и почти купил премиум аккаунт. Шучу, шучу. Дальше возьмём немного посерьёзнее по нагрузке. Это PUBG. Настройки что графики, что частоты обновления на ультрах. И снова наслаждение от процесса игры. Всё чётко и быстро, так как, наверное, и должно быть всегда. Отсюда и лут лучше, и враги стреляют уже не по вам. А если и по вам, то не попадают. Опять шучу, друзья. Но опять же удовольствие от игры получаем полное. Ну и третьим на очереди, наш натуральный, самый лучший бенчмарк, это Genshin Impact. Самый требователь к ресурсам игра. Выставляем сразу все настройки на максимум, включая частоту кадров. Даже когда много персонажей в игре, анимации, заклинания и прочей активности, всё равно всё чётко, без тормозов, без лагов, никаких фризов, ничего. Падения FPS случаются. По моим наблюдениям, это где-то до 40-45. Меньше не было ни разу. А что с нагревом и падением яркости? Замеряем яркость, температура и заряд перед началом игры. Яркость 160 кандел на метр. Температура 37,9. Заряд у нас 78%. После 20 минут игры яркость у нас упала до 127. Заметно ли это было в процессе игры? Отвечу, что нет. Но галочку всё равно поставим. Температура поднялась до 38,6 градусов. Ну и после часа игры яркость всё те же 130 кандел, температура 39,6. Правда, хочу ещё добавить. Два раза замерял яркость, прямо вот сразу после каких-то таких жестоких замесов в игре. Яркость падала до 75 кандел на метр квадратный. Но, правда, через минуту уже сразу восстанавливался до 130. Подводя итоги, яркость сразу падает на 20% и держится на одном уровне. За счёт этого или нет, но смартфон практически не греется. За час игры расход заряда составил 18%, что где-то близко к средним 20. Иногда бывают просадки яркости, но быстро восстанавливается. Все фишки, которые присущи системам MIUI, конечно же, в этом смартфоне есть. Долго заострять внимание не буду, быстренько перечислю. И клонирование приложений, различные режимы батареи, расширенные настройки звука и Dolby Atmos. Инструменты для видео, которые помогают служить YouTube в фоне с выключенным экраном. Собственное приложение, темы с полной кастомизацией приложения Game Turbo для максимальной оптимизации игр для вашей производительности. Запись камеры с выключенным экраном и многое другое. Отдельно я остановлюсь на трёх пунктах. Два пункта касаются зарядки. Это ускорение зарядки, когда система бросает все свои интеллектуальные мозги, так скажем, чтобы зарядить максимально быстро. И оптимизированная зарядка, это когда вы заряжаете каждый день телефон. И MIUI обучается, исходя из ваших привычек. Например, заряжать в одно и то же время или снимать зарядки в определённое время, тем самым оберегая нашу батарею. Ещё одна фишка. Тут можно сразу измерять пульс. Для этого есть специальная функция. Измеряем через сканер отпечатка пальцев. Измеряем верно. Батарея стоит на 5000 мАч. Быстрая зарядка на 120 Вт. За 10 минут телефон зарядился до 53%, то бишь наполовину. И за 26 минут он зарядился полностью. Нагрев я измерил через 10 минут, когда результат первый снимал. И он составил 42 градуса. Проверил быструю зарядку. 120 Вт не увидел, но реальные 107. Подтверждаю, это очень и очень круто. Можно забыть уже про ночную зарядку. С утра проснулся, воткнул. И через 20 минут полная батарея заряжена. Что касается расхода. Зарядил до 100% и поставил на просмотр YouTube в 1080 на яркости 60-70%. И пошёл спать. Проснулся через 7 часов. И в результате из расхода на всего 36% заряда. То есть, около 1 трети за 7 часов. Простыми расчётами получаем около 20 часов YouTube при полном заряде. И это круто. Хотя при такой быстрой зарядке стоит ли вообще об этом рассуждать и думать. Звук у нас стерео. Два динамика. Снизу динамика в хорошем месте расположена. Окей. Сверху не очень удобное расположение. В играх можете его пережимать. Если, конечно, играет не через наушники. Долби Атмос на месте. Эквалайзер она в помощь. Ну и получается вот такой примерно звук. Как мне показалось, очень и очень достойный. Оперативной памяти 8 гигабайт. Тип памяти флагманский LPDDR5. Внутренней памяти L128 или L256. Тип памяти также топовый UFS 3.1. Выше уже некуда. Всё топовое на сегодняшний день стоит в данном смартфоне. Друзья, ну и прежде чем перейти к обзору и тестам камеры, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Телеграм-канал, где я каждый день выкладываю очень хорошие предложения со скидками, акциями, купонами и промокодами. Например, вот этот Xiaomi 12T можно было совсем недавно приобрести за 27 тысяч рублей. И на мой основной канал, где выходят анонсы всех видео, новости цифрового мира и много всего другого интересного, где я высказываю какие-то свои мысли. Ссылки на оба канала будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Что касается фото и видео. Блок камер Xiaomi 12T состоит из трёх модулей. Это 108-мегапиксельный Samsung HM6, широкоугольный объектив на 8 мегапикселей и макро на 2 мегапикселя, тоже всё от Samsung. Фронталка на 20 мегапикселей от Sony. К сожалению, нельзя назвать эту камеру топовой или флагманской. Но фотографии получаются хорошие, а если позволяет освещение, то вообще будет просто супер. Самое главное, что натуральные цвета. Нет никаких улучшений, в кавычках, конечно, которые всё делают каким-то кислотным, ярким, нереально насыщенным. Ёлка, например, зелёная, рябина красная. Размытие, как вы видите, тоже на уровне. Посмотрите, как отрабатывает зум. Вот фотография снята на широкоугольную камеру. Вот уже стандартный снимок. Следующий кадр снят при двукратном увеличении. Дальше при пятикратном. И вот уже зум на 10. И мы можем с вами рассмотреть название фирмы, которая делала кондиционер. Даже одиноким качелем стало не так одиноко, когда я их фотографировал на эту камеру. Есть режим макросъёмки. Работает он, скажем так, хорошо. Переходим к видео. Автофокус хороший. Также у нас здесь, наконец-то, есть оптическая стабилизация. Тест автофокуса Xiaomi 12T. Далеко? Близко. Далеко? Близко. Тест записи видео Xiaomi 12T. Камера пишет 4K 30fps, 1080, 60 и 30fps и 720 на 30fps. Цветопередача хорошая. Ничего не перенасыщает. Какие есть цвета, такие и передаёт. В принципе, очень и очень хорошо. Нравится, как снимает камера. Есть оптическая стабилизация, поэтому можно снимать и на ходу. Никакой особой тряски не должно быть. Вот мы сейчас как раз это и тестируем. Идём, идём, идём. Причём таким быстрым шагом. Чуть замедляемся. Иначе можно свалиться. На пристань пришли. Как будто бы. И даже ночная съёмка способна более-менее выдавать хороший результат. Из дополнительных режимов съёмки есть макро, но не фото, а уже, а видео. Также панорама, замедление, таймлапс, двойное видео, когда мы пишем сразу на обе камеры. И остальные. В описании под видео, если будет интересно, есть ссылка, где я подробно разбирал все вот эти дополнительные режимы съёмки в камере. Что по минусам? Опять же, на мой взгляд. Из-за нестандартного разрешения ваши привычные виджеты могут работать некорректно. Если вы, например, поставите сетку, в которой 6 ячейок по аризонтали, то смартфон будет думать, что край экрана заканчивается уже вот здесь вот. Можете посмотреть, как это выглядит вот на примере. Материал корпуса у нас пластиковый. Всё-таки в такой сегмент можно поставить уже, наверное, и стеклянную там крышку. Хотя всё равно носим в чехле. И если это удешевляет продукцию, то, может быть, и не так страшно. А что ещё? Да даже не знаю, если честно. Приучили нас в последнее время к датчику в кнопке питания. Вот прошла неделя пользования Xiaomi 12T, а я всё ещё путаюсь. Не могу пока привыкнуть к датчику на экране. Мощь есть, дурь есть, все игры тянет, дисплей отличный. Я говорил, что приятные тактильные ощущения при использовании всё работает плавно. Датчик приближения в норме, фото и видео в порядке. Как по мне, это добротный хороший смартфон, которого хватит на много лет. Он будет всё тащить и не будет тормозить. Но какой-то изюминки в нём нету. Хороший стандартный телефон. Если вы хотите перейти с 11T на 12T, то, наверное, этого делать, может быть, и не стоит. Апгрейд не настолько большой. А во всех других случаях можно перейти, почему бы и нет. На этом буду заканчивать, друзья. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех благ вам, удачи. Пока-пока. Пока.